Добрый день! В прямом эфире программа «Открытая студия». Ну, все мы хорошо помним нашу историю. Можно, конечно, от Рюрика начать, когда варягов позвали. Можно вспомнить времена Петра Великого. И даже войну 1812 года, когда была массовая начальника совсем не русского происхождения. Но в последнее время это все-таки какой-то нонсенс. Однако, этот путь прошла Грузия, этот путь прошла Прибалтика, но такого количества все-таки заимствованных управленцев, как сегодня мы видим на Украине, в общем, мир не встречал. Что это даст? Почему так решил президент Порошенко или не президент Порошенко? Вот на все эти вопросы мы попытаемся ответить в нашем эфире. Начнем с сюжета Алексея Корсунского. Такого руководителя город у Черного моря вряд ли видел во сне. Но президент Порошенко все же назначил темпераментного иностранца командовать Одесской областью. Хотя сперва Михаилу Саакашвили пророчили пост председателя Совета по реформам. В Киеве от него ждут стремительных преобразований региона по грузинскому сценарию. Он обещает. Я тут для того, чтобы люди почувствовали, что действительно подход у нас не меняется. В первые же дни работы Саакашвили отправил в отставку глав 24 из 27 районов области. Такие зачистки он оправдывает борьбой с коррупцией, о которой немало знает по личному опыту. В Грузии на бывшего президента открыто сразу несколько уголовных дел и как раз по аналогичным статьям. Одно из них о растрате 5 миллионов долларов из бюджета на себя самого. Так что реформатора очень ждут на родине, откуда он спешно бежал и даже отказался от гражданства. Саакашвили нанес оскорбление нашему государству и институту президентства. Ценности должны стоять выше карьеры и гражданство в числе этих ценностей. Мне непонятно его недостойное поведение. Саакашвили не единственный грузин в украинской власти. Александр Квиташвили руководит Минздравом. Ехас Гуладзе работает замминистра МВД. Юмористических шоу незалежные шутят. Еще немного, и это будет похоже на временное грузинское правительство, а то и вовсе на оккупацию. Что ж, дорогие друзья, раз ты здесь, предлагаю заседание Кабинета Министров Украины считать открытым. Есть в Кабмине и другие варяги. Айвар Асабрамаевич, предприниматель из Литвы, руководит теперь Министерством экономического развития и торговли. Обещает работать хорошо, потому что хоть и иностранец, но с Украиной связан теснее некуда. Я патриот Украины. Украина мне не чужда. Я женат на Украинке уже 10 лет. Министр финансов Наталья Ересько, она гражданка США, готова поручиться уже за всех коллег иностранцев. Команда сформирована, чтобы изменить Украину. Мы победим коррупцию, будем работать прозрачно и честно. Это правительство профессионалов и технократов. А вот в Минобразовании, похоже, немножко напряжены. Новые министры вроде бы державные, а на державной мове ни слова. Приходится оправдываться. Они в целом понимают, вот только говорить не умеют. Но тут есть и плюс. Новые министры владеют английским. В креслах поскромнее, тоже полно иностранцев. Украина будто бы плавно переходит на внешнее управление. Вот правда, не все специалисты задерживаются надолго. Яника Мерила из Тонка проработала замом в Минэкономразвитии всего несколько месяцев. Но украинцам, вероятно, запомнилась надолго. В основном из-за своих фотокарточек, которые она очень любит выкладывать в интернет. Ее коллега по министерству, гражданин Германии Саша Боровик, так украинцев не развлекал. Но на прощание тоже решил выступить. В момент увольнения раздул жуткий скандал и заявил журналистам, что с должности первого зама министра его выжил лично премьер Яценюк. Ну вот и сегодня в очередном обращении президент Порошенко сказал всем чиновникам, ориентироваться вам стоит на иностранцев. Вот образец. Отдельно выделил зам главы МВД Эку Сгуладзе. Я перейду к нашему московскому гостю. Я сейчас с удовольствием представлю коллегу журналиста, политического обозревателя телеканала Russia Today, Александр Борисович Гурнова. Добрый день. Здравствуйте. Александр Борисович, а может напрасно мы иронизируем? На самом деле, ну действительно, абсолютно независимые люди. Никаких связей на Украине, никакого кумаства. Приезжает человек из Литвы, приезжает из Соединенных Штатов Америки. Вот вам по-настоящему честный работник. Ну, на самом деле, иронизировать, я думаю, что действительно напрасно. Не надо. Тут впору посочувствовать просто стране, тем, кто от таких большинствов России до сих пор считают Украину, как бы, не чужой страной, украинский народ не чужим себе народом. Конечно, их только можно пожалеть. Потому что, я считаю, очень точно и ёмко выразился наш премьер-министр, который в ответ на назначение последней Саакашвили сказал, что шапито продолжается. И действительно так. Ведь с точки зрения нормальных людей, с точки зрения достойных людей, привыкших уважать себя, свою страну, свое правительство, свое руководство, это действительно шапито? Или это просто полное неуважение к людям? Мы все знаем одесситов, мы все знаем, что такое Одесса. Одесса это самый русский город на Украине и самый украинский город в России, так скажем, всегда был. И когда туда назначают государственного преступника, вора, убийцу, понимаете, мерзавца полного, причем он сам, он же активен в социальных сетях, этот самый товарищ, он сам пишет, для меня это проект, да, для него это проект, как бы, ну, это полнейшее неуважение к гражданам этого абсолютно великого города, понимаете? И, ну, я думаю, что мы еще поговорим там, зачем это сделано, и чего ждать от Саакашвили на посту губернатора Одесской области. Да, вы понимаете, вообще хочется понять такой... Я думаю, что ничего хорошего. Да, вообще, хочу понять, чего хочет Порошенко, назначив столько иностранцев? Ну, поднимет же прежде всего против себя элиту Украины. И как они вас примут? Ну, давайте чуть позже к этому, да, чуть позже. Сейчас, если... Ну, я только вставлю два слова. Давайте иметь в виду, что на Украине нету элиты сегодня. Государственно образующей элиты на Украине больше не существует. Украина, как правильно сказал ваш корреспондент, целиком находится под внешним управлением. Эта страна на 100% потерявшая суверенитет во всем. Мне кажется, что все-таки Петр Алексеевич еще борется за коллег-олигархов, которым были сначала розданы регионы в управление. И как-то, смотрите, от рейтинга не уйдешь. Ну, ладно, мы вернемся. Вернемся к этому вопросу. Сейчас первые отклики наших телезрителей от Даши Барановой и Иры Петровой. Добрый день. Здравствуйте, Роман. Да, Роман, добрый день. Но вначале о том, был ли подобный опыт в других государствах. И надо сказать, что иностранцы в новом правительстве, конечно, равнодушными не оставили никого. Но надо сказать, что опыт привлечения легионеров, то есть формально иностранных граждан, для управления в правительство был как раз опробован в Грузии и в Литве. Но, правда, в Тбилиси те, кто возглавлял министерство, они хоть и были грузинами, но все же имели европейское гражданство. И здесь оценивать их успех мы не будем, потому что все проявились по-разному. Но вот их сторонники апеллировали как раз к свежему взгляду, к европейской ментальности, и к тому, что на своих постах варяги менее коррумпированы. А вот в адрес... Секунду вас прерву. Вот вопрос очень важный, потому что действительно Грузия прошла этот путь. А у нас будет возможность получить оценку из Грузии. У нас будет специальное включение совсем скоро. Да, безусловно. Но вот я хотела еще сказать как раз о Прибалтике, которая также прошла подобную историку. И вот здесь историю, здесь критика как раз звучала. Например, люди были недовольны тем, что иностранные чиновники, хоть и с местными корнями, но все-таки долгое время они прожили за рубежом, и поэтому не могут жить только в интересах государства. Ну, как-то у них это плохо получалось. Но в любом случае, хорошо это или нет, внешне управленцы вопрос остается, как и то, что смогут ли те, кто сейчас пришел на Украину, решить экономические проблемы Украины и сотворить чудо. Даша? Ну, собственно, об этом мы и спрашиваем наших зрителей. Иностранцы во власти Украины развали страну окончательно. Здесь большинство, я так понимаю, Александр Борисович присоединится к этим 66%. Ничего не изменит. Каждый пятый практически так думает. Ну, и наладит ситуацию. У нас пока 13% оптимистов. Посмотрим, снизится ли их количество к концу эфира. Ну, и по поводу назначения Саакашвили, такие комментарии уже приходят. Вот возвращает нас к сюжету Ирина Добровольская. Экс-президент Грузии имеет опыт реформы в своей стране. Реформа полиции, борьба с коррупцией вызвали положительную оценку даже у его оппонентов. Может, и на Украине у него что-то получится. С другой стороны, из Санкт-Петербурга ответ до Саакашвили не смог наладить жизнь в своей стране. Ну, а чего вы хотите, что он наладит в чужой, на благо которой ему вообще наплевать знак вопроса? Ну, вот еще один вопрос из Москвы. На Украину что вообще перевелись умные люди? Что там их не хватает? Дело даже не в Саакашвили. Просто обидно, что страна вынуждена плясать под дудку иностранцев. Но о том, как живут сегодня украинцы, как сказал наш зритель, под дудка этих иностранцев, я расскажу вам в следующих плечениях. Да, спасибо. Задам вопрос здесь, в первой студии. Возьмите, пожалуйста, пульты, проголосуйте. Иностранцы смогут навести порядок на Украине? Да или нет? Голосуйте. Результаты посмотрим совсем скоро. У нас короткая пауза, через пару минут вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Наша тема сегодня иностранцы на Украине. Но вообще не знала история последнего времени такого масштаба заимствований. Я спросил свою аудиторию здесь, в первой студии. Вопрос на голосование был поставлен. Иностранцы смогут навести порядок на Украине? Покажите, пожалуйста, результаты нам. Ну, смотрите, скептически настроена аудитория. Абсолютная большинство, 79%, говорят нет. Давайте посмотрим. Может быть, в конце эфира мы сумеем переубедить. Проголосуем еще раз, но в завершении. Сейчас я с удовольствием приглашаю к диалогу и представляю вам еще одного участника-эксперта. К нам присоединяется лидер оппозиционного движения, демократическое движение «Единая Грузия» Нино Анзоровна Бурджанадзе. Добрый день, Нино Анзоровна. Добрый день. Я хочу сначала спросить вас, поскольку нам очень важно сегодняшнее ощущение, как относятся к Михаилу Саакашвили в Грузии? Люди помнят и благодарны за грузинское чудо. Или? За какое чудо, простите? Во время президентства Саакашвили Грузия потеряла 20% территории страны. Вместо того, чтобы восстановить территориальную целостность и вернуть Абхазию и Южную Осетию наших сограждан в единое грузинское государство, мы потеряли эти территории. Наши граждане боролись изначально в проигранной войне и братоубийственной войне. Две трети населения остались за гранью бедности, то есть после президентства Саакашвили. К сожалению, две трети населения территории Грузии живут за гранью бедности. Эти цифры, мне кажется, сами за собой говорят. Еще могу вам привести пример. Я слушала вашу передачу и слышала о том, что якобы в Грузии больше нет и не было при Саакашвили коррупции. Но это самая известная история. Вы знаете, вы можете даже посмотреть заключение его патронов Государственного департамента Соединенных Штатов до 2011-2012 годов. В те черным по белому написано, что в Грузии расцветает элитная коррупция. Я уж не говорю о том, что огромное количество населения сидело за решетку совершенно безвинно. Абсолютно их большинство были политические заключенные, были пытки, была создана совершенно преступная система. Вы знаете, конечно, Саакашвили молодец, что несмотря на все эти свои преступления, он настолько себя пиарил, что создал такой вот миф благодаря большой поддержке Соединенных Штатов и определенных кругов Запада. Поскольку, насколько я сейчас вижу, если у тебя в руках антироссийский флаг, то тебе можно все. То есть никакие нарушения демократических принципов никто не припомнит. Но еще Саакашвили, конечно, должен сказать большое спасибо господину Иванишвили и грузинской мечте, которые вместо того, чтобы положить на стол и всему миру показать истинное лицо Саакашвили, начали арестовывать там 12-летнюю машину его бабушки, чем дали возможность очень многим говорить относительно якобы политического преследования, а не настоящих преступлений Саакашвили. То, что сегодня грузинская мечта, к сожалению, настолько неэффективна, что оживила национальное движение Саакашвили, это беда и для Грузии, и оказалось, что это беда уже и для Украины. А скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в период правления Михаила Саакашвили вы отчасти прошли этот путь приглашения варягов, иностранцев? Нет, вы знаете, я бы не сказала. У нас было всего одно исключение, и то как бы потомок грузинских политиков, которые стояли во главе Первой республики, это было единственное исключение грузинка по национальности, которая была назначена министром иностранных дел, хотя она тоже не очень долго продержалась на этом посту. Вы знаете, однозначно, что не зря во всех конституциях, в принципе, практически в всех государствах существует ценз месторождения и ценз проживания для депутатов, для министров, а тем более для более высокопоставленных чиновников, потому что люди должны жить в той стране, которыми они будут управлять. Люди должны понимать и чувствовать как бы беды и радости народа. Я вам абсолютно честно скажу, что даже если я на неделю уезжаю куда-либо из Грузии, я чувствую по приезде, что да, все равно какая-то ниточка, она становится более грубой, что ты не настолько уже как бы включена в каждодневную ситуацию. Поэтому это, конечно, катастрофически будут иметь результаты для Украины. Это мы видим. Да, спасибо. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Я сейчас обращаюсь к нашему эксперту в Петербурге. И все-таки есть ли какие-то доводы в защиту, например, вот этого тезиса о том, что только так и можно бороться с коррупцией? Ну, иностранцы во власти, в правительстве, на должности министров, прежде всего выполняют несколько функций. Во-первых, позволяют эффективно провести очень сложные преобразования, административные реформы, борьбу с коррупцией. Во-вторых, вот этот статус легионера позволяет им принимать решения, не оглядываясь на фамилии и имена. Вот, в частности, назначение трех министров в правительстве Украины, я думаю, что преследует именно эту цель. Но я хотел бы продолжить тот список, о котором начала говорить Нину Анзоровна. Все-таки в правительстве Грузии работали люди, у которых предыдущее гражданство не было грузинским. У вышеупомянута Безина и Ванишвили, у него было и российское, и французское гражданство. Можно здесь вспомнить известного российского промышленника и предпринимателя Каху Бендукидзе. То есть таких случаев было много и в Прибалтике, в Айровике Фрейберга и так далее. Но ведь мы сейчас услышали, как-то все-таки итог реформ грустный оказался. Вот то, что действительно является главным пиар-козырем для Михаила Саакашвили, в Грузии вызывает сомнения. На что, может быть, Леонид Павлович, на что стоит надеяться сегодня жителям Украины? Я думаю, что приглашение к участию в правительстве специалистов из-за рубежа является двояким. Это не от хорошей жизни, во-первых. Во-вторых, конечно, это приглашение имеет символическое значение. Как, впрочем, и символическое значение в большей мере имела борьба с коррупцией в Грузии. Что значит символическое значение? Министр экономического развития, министр финансов. Ключевые позиции? Но дело-то в том, что для того, чтобы преобразовать структуру управления, ведь нужно не только принять решение или программу о преобразовании. Такая программа принята. Надо ведь еще и провести очень серьезные культурные изменения в сознании чиновников, в сознании людей, которые подвержены в том числе коррупции. Надо провести очень серьезные изменения не только в экономической политике, нужно произвести серьезные изменения и в культурной политике государства. Согласен. А как вам кажется, граждане на Украине, они поддержат вот таких варягов? Я думаю, что здесь есть проблема. Она выявилась вообще-то и в странах Восточной Европы, в том числе и на бывшем постсоветском пространстве. Проблема так называемых перенесенных институтов. Вот выяснилось в конце, что перенесенные институты, наверное, как и перенесенные люди, не являются достаточно эффективными и очень плохо имплементируются или внедряются в структуру управления и в культуру соответствующих. Слушайте, у меня возникло ощущение, я читал отклики на Украине политиков, что попросту обиделись, как минимум. Вот, Александр Борисович, Тимошенко говорит о том, что иностранцы не разбираются в реалиях специфики украинской экономики. Поэтому к власти нужно приглашать людей, которые хорошо разбираются в том, как циркулирует теневая экономика. Как с этим быть? Ну, если пригласить Юлию Владимировну, она, конечно, лучше всех в этом разбирается. Ни один человек, по-моему, на Украине так хорошо не разбирается в том, как с помощью коррупционных схем можно управлять экономикой, как госпожа Тимошенко. Поэтому это она на себя намекает. Из ваших гостей я бы скорее согласился все-таки с Леонидом Владимировичем, чем с Игорем Владимировичем. Потому что, конечно, само по себе приглашение иностранца ничего не поменяет в системе. Скажем, помните, когда в российский футбол стали приглашать огромное количество тренеров, игроков, сказали, это мы поменяем, они не связаны связями там какими-то, им будет проще. И что поменялось в российском футболе? Половина тренеров, половина игроков уже, по-моему, иностранцы. И что, что-нибудь поменялось? Мы стали лучше играть в футбол, там стало меньше коррупции в этом футболе? Да ничего подобного. И здесь то же самое. Поэтому систему менять надо, как в старом анекдоте. И еще на одну вещь я бы хотел обратить внимание. Во-первых, есть очень два... Сегодняшнее выступление Порошенко. Есть там, на самом деле, два очень важных момента. Во-первых, по тому, как ерзал, сидел Яценюк и Аваков, стало понятно, что назначение вот этой вот грузинки, которая сейчас является заместителем Авакова, на должность министра внутренних дел, вопрос уже практически решенный. Под Яценюком тоже явно качается кресло, потому что если он потеряет своего человека на этом посту, то как бы следующий будет он, и все это понимают. И вот этим Порошенко готовит себе почву. Ведь ужасно не то, что он назначает там клоунов на какие-то там ключевые посты, а то, что сегодня под его давлением парламент украинский принял решение о том, что можно допускать иностранные войска на территорию Украины. Причем эти иностранные войска могут иметь при себе тактическое ядерное оружие, а также оружие массового уничтожения. Вот это вот гораздо посильнее, чем клоун на посту одесского губернатора, поверьте мне. Я хочу спросить сейчас, Нина Анзорна, а в какой степени, когда это происходило в Грузии, Михаил Саакашвили получал все-таки инструкции, рецепты из океана? Известно, что главный ориентир политики в то время это были Соединенные Штаты Америки. Вы знаете, в определенном смысле да, я с вами соглашусь, и это пошло уже по нарастающей. И я думаю, что украинцам действительно нужно очень сильно осерегаться, потому что те люди, которые сейчас назначаются на постах, они же часть проекта. Сейчас для меня абсолютно четко ясно, что то, что нужно было сделать в Грузии, чтобы во что бы то ни стало, то есть любой ценой, пусть даже ценой потери территории, Грузия была бы как бы форпостом борьбы против России, плацдармом как бы борьбы против России, сейчас этот проект продолжает осуществляться в Украине. И я вас абсолютно уверяю, что для этих людей, ну, в принципе, для них оказалось, что и Грузия не самая большая святая, я имею в виду даже тех же грузин, Саакашвили и других, а тем более Украина. Для них Украина это способ как бы оживить тебя политически, заработать очень большие деньги и очень действительно блажен, кто верует. Те, кто верят, что Саакашвили и его команда там искоренят, там коррупцию построят, пусть даже новую Адасию или Украину, да, они скоро очень увидят эти потемкинские деревни, которые были построены в Грузии, раскрашенные фасады, за которыми просто обрушились и рушились стены. И это очень как бы дорого будет Украину. Первого начальника у нас... Вы знаете, самое страшное то, что я сейчас вижу очень четко, даже то заявление господина Саакашвили, которое он сделал относительно Приднестровья, что, мол, якобы он вернет Приднестровье Молдове, ну, мы видим, как он вернул Абхазию и Южную Осетию Грузии, да, и то, что он начнет там бороться там с контрабандой в Приднестровье, я думаю, что это действительно часть очень большого и серьезного проекта. Спасибо, спасибо. Тогда хочу спросить, но ведь это логичный ход. Вообще, так получилось, что Грузия долгое время находится в конфронтации с Россией, в общем-то, тут о дружбе речь идет. То же самое Литва. К сожалению, я говорю, это моя позиция, я уверен, что мы могли бы с Прибалтикой иметь совершенно другие отношения, было бы хорошо и для нас, и для них. Но антироссийский тренд — это факт. В этом смысле заимствование политиков и управленцев оттуда вполне логично. Ну, прежде всего, речь идет об управленцах, а не о политиках, я бы хотел подчеркнуть. Люди, которые находятся на должности министра. Да, но до этого они как раз-таки политиками не были. Они были финансистами, для них бизнес был прежде всего. И вот они пришли на государственную должность. Кроме всего, вот вы цитировали госпожу Тимошенко, Тимошенко находится в оппозиции. Естественно, что повышает свой политический рейтинг, это работа любой оппозиции. Пока еще рано говорить о том, что удалось или не удалось сделать иностранцам. Хотя совершенно справедливо было замечено, что кресла под некоторыми из них уже закачались. Примут ли украинцы эти назначения или нет? Будет зависеть от результатов. Сравнивается Акашвили на посту председателя главы Одесской обладминистрации. И президент, на мой взгляд, не совсем корректный, потому что все-таки разные полномочия. Совпадает заявление о том, что я буду бороться с коррупцией. Безусловно. И уже большая часть администрации была уколена. Когда Акашвили говорит как президент Грузии, я буду бороться с коррупцией, это его программа. Когда он говорит это в Одессе, это фактически значит, что он выполняет программу, которая была озвучена президентом Порошенко. Здесь все-таки чувствуется разница. Я думаю, что это два разных случая. Статус другой, абсолютно, это правда. Александр Борисович, а должно ли смущать то, что некоторые не знают даже языка страны? Некоторые сохраняют двойное гражданство. И сразу спрошу, эти вопросы пришли к нам и от зрителей, что касается государственной тайны. А как можно ее доверять людям, которые приехали поработать? Легко. А потом легко уедут. Ну, вы знаете, у меня есть знакомые такие настоящие украинские интеллектуалы, да, которые уверяют, что в сегодняшнем руководстве Украины никто толком не знает украинского языка. И тот украинский язык, на котором говорит Порошенко, он, в общем, ближе к языку штепселя и торопуньки. Помните таких вот деятелей советской эстрады, да, прошлого века? Да, это, конечно, не украинский язык. Вот, это первое. Поэтому бог с ним, с языком. Я думаю, что, я думаю, что вот ответ на ваш вопрос, он на самом деле лежит на сегодняшний день не в исследовании причин, да, а в попытке прогнозировать последствия, да. Тот же самый, значит, Мишенько, да. Вот его назначили, назначили на Одессу. Что это такое? По-моему, две вещи главные. Экономическое составляющее и политическое. Экономическое составляющее. Предпродажная подготовка Одесского порта. Это будет удар колоссальный, конечно, по украинской экономике, когда Одесский порт окажется в руках какой-нибудь там компании зарубежной, да. Это будет невосполнимая утрата. И второе, а политическое составляющее, это, конечно, блокада Пренестровья. Вот сейчас уважаемая Нино сказала, да, что вот он обещал там вернуть. То есть, казалось бы, какая связь? Почему он вмешивается в молдавские дела? А потому что это все составляющее одного общего военного плана. Блокировать Пренестровье. В том числе блокировать российских миротворцев, которые там дислоцированы. Как мы знаем, что даже через Терраспельский аэропорт Россия не имеет возможности полностью снабжать этих людей, которые находятся там в полном соответствии и по решению международных организаций, да. И таким образом фактически провоцировать на территории Молдавии кризис, похожий на тот, который существует в юго-западных районах, юго-восточных районах Украины. Потому что там замороженный конфликт, да, а здесь горячий. Так вот пусть там тоже из замороженного превратится в горячий. И понятно, что этот сценарий писался не в Киеве, понимаете. И в общем, тут не нужно быть аналитиком, чтобы это сегодня понимать. Страшный сценарий вы здесь проговорили только что. Есть ведь еще версия о том, что главное было не дать эту территорию кому-то из прежних олигархов. Коломойский так и вовсе сенсационно прокомментировал, что Саакашвили сначала отдаст этот регион русским. Я, правда, не очень понимаю, как дословно думаю, что это временная фигура. Сейчас он сдаст Одессу русским, а потом придется ее опять отвоевывать. Ну, это ко мне вопрос. Ну да, вы понимаете, о чем говорит наш опальный теперь олигарх? Да, да, я не могу комментировать то, что говорит Коломойский, но вы знаете, ведь тот самый Порошенко, он буквально на днях сказал, что на Украине не будет больше олигархов. Я не знаю, что он имел в виду, он с себя начнет борьбу с украинскими элигархами или все-таки с Коломойского. Но он много глупостей, на самом деле. Я вообще не знаю, почему уделяем такое большое значение тому, что говорят украинские руководители. Скажем, сегодня, обращаясь к своей Раде, президент сказал, я там всеми вами недоволен, но больше всего я недоволен собой, сказал он. Вы знаете, ну вот это такая рисовка, да, это такое кокетство, да, которое даже там в девочках-студентках вызывает раздражение, да, уж не говоря о политическом деятеле. По-моему, я бы не хотел комментировать, что говорит Коломойский, и опять же, я бы не стал сводить происходящее на Украине и вокруг нее к конфликту украинских элит. Потому что, повторяю, я уточню, вы с вами не согласились, но я уточню свой тезис. Система образующей элиты не существует, государство образующей элиты на Украине сегодня не существует. Существует, существует несколько западных элит, Западная Европа, Америка. Вот там, вот элиты, эти элиты сегодня используют Украину как одну из фигур в этой великой шахматной партии против России. А когда мы играем в шахматы, очень глупо пытаться всматриваться в лица, там, этих самых слонов или коней, которые стоят на доске. Лучше посмотреть в лицо тому, с кем ты играешь. Извините, пожалуйста, я хотел бы дополнить. Конечно, о политической элите в таком сплоченном виде слова, как единый какой-то блок, который может сейчас осуществлять политику на Украине, конечно, нет. Но я бы не сказал, что на Украине нет элиты культурной, нет элиты той, которая связана корнями с украинским государством. Поэтому, наверное, мы можем предполагать, что будет какое-то противоречие между политической элитой, которая все-таки устремилась в одну сторону. Здесь я бы не сказал, что есть какой-то такой прямой заказ или какие-то там документы, которые присылаются в правительство. Но главный способ мышления. И вот здесь способ мышления, который не соответствует украинской элите, которая связана корнями с Украиной, может, конечно, принести не... Вот вопрос, будет ли какой-то раскол относительно этого западного курса? Найдутся ли люди, которые сумеют предложить, например, союз России такой глобальный? Мне кажется, что Украина сейчас, конечно, делает одну серьезную ошибку. В настоящее время экономические росты, экономическое развитие возможно только лишь в условиях многовекторного интеграционного развития. И в этом отношении в сторону Европы, если мы делаем шаг, или в сторону только Востока, это приведет только к стагнации. Спасибо. Сейчас давно нуждаются вопросы. Даша, пожалуйста. Да, Роман, ну вы задали вопрос, поддерживают ли люди варягов во власти. У нас есть ответы. В частности, Петербург. Сегодня спросила сестру, которая живет в Киеве как раз, какое отношение к этим варягам. Так вот, говорит, пока результатов никаких нет и ждать, к сожалению, не приходится. Ничего они не делают. Но еще одно из Калининграда. Да это еще просто прогиб Порошенко в сторону Запада. Делайте с ними все, что угодно, руководите ими, только возьмите в Евросоюз. А ведь может сработать такой план. Вот с одной стороны, зрительница опасается, а может быть, это действительно план по присоединению к Евросоюзу, и чтобы приблизиться к нему как-то. Роман. Кто готов ответить, поможет ли? Евросоюз вообще не... Нет, конечно, конечно, нет. Прежде всего, для того, чтобы вступить в Евросоюз, требуется не столько желание Евросоюза, сколько желание самой страны, а также соответствовать критериям, которые предъявляются для вступления в Евросоюз. Конечно, для того, чтобы объяснить ту ситуацию, которая сейчас сложилась в правительстве Украины, можно воспользоваться теорией заговора, сказать, что во всем виноваты американцы, и вот они прислали этих варягов, чтобы, значит, понятно, поставить страну под внешнее управление. Но давайте абстрагируемся. Вот определенная страна. Есть коррупция, на которую уходит более 7% ВВП страны. Есть монополии, которые уничтожают фактически более 20% ВВП. Есть колоссальный внешний долг, который подбирается к 90% ВВП. Покажите мне человека, который способен решить эти проблемы из политического истеблишера. Кто готов рискнуть своим политическим капиталом? Кто готов отказаться от будущего в политике? Давайте вот этот вопрос ваш оставим открытым, потому что я уверен, сейчас и Москва готова комментировать, и Нинон Зорна, вас тоже я прошу высказаться после короткой рекламы через пару минут. Возвращаемся в эфир программы «Открытая студия». Ну вот к тем вопросам, которые мы только что обсуждали. Нинон Зорна, а какими глазами вы сегодня смотрите на Украину из Грузии? Вы знаете, мне искренне жаль Украину и украинский народ, потому что я вижу очень негативные сценарии, вплоть до того, что я вижу, что ценой существования Украины как самостоятельного государства могут быть реализованы проекты, которые направлены против России. Я сейчас, вы знаете, я не буду как бы вникать и все время говорить о Саакашвили, хотя я как бы улыбнулась, честно говоря, когда тут говорили, что компетенция другая. Это как раз человек, который никогда не смотрит ни на свою компетенцию, ни на рамки закона. И его главная задача — это не искоренение коррупции в Одессе. Тут очень правильно было сказано про Одесский порт и про другие стратегические объекты. Он не случайно, я еще раз хочу повторить, я вчера говорила в своем интервью и телевидению российскому, и газетам, он не случайно обнулся словом о Приднестровье. Сейчас я очень четко вижу, что та же самая Западная Европа сейчас видит очень хорошо, что санкции, которые направлены против России, даются как бы на руку только одному государству в мире. Все остальные государства, ну, естественно, Россия тоже, и, между прочим, и западноевропейские государства, они как-то не очень выигрывают от этих санкций. Я слышу, что Западная Европа начала говорить уже как бы об отмене этих санкций. Сейчас нужно сделать так, чтобы появился повод для дополнительных санкций, чтобы и Европа не смогла уже говорить относительно как бы смягчения каких-либо санкций. Вот как раз эту черную роль и может сыграть Саакашвили и в Одессе, и, не дай бог, еще в Приднестровье. Так что, вы знаете, я предупреждала украинских политиков, с которыми я лично знакома, которые сейчас у власти, что все может пойти именно по такому сценарию, как оно пошло. Я и о Крыме как бы очень хорошо думала и знала, что может произойти. И сейчас я, как искренний друг Украины и украинского государства, предупреждаю, не нужно повторять наших ошибок. Ни в коем случае нельзя допускать того, что сейчас в Украине происходит. Единственный возможный путь для нормализации ситуации, для спасения Украины, это напрямую говорить с Россией и пытаться решать проблемы. Потому что иллюзия никакой, Евросоюз в Украине не светит, и это было показано и доказано на Рижском саммите, когда даже не дали либерализацию виз. Так что, время украинцам прийти в себя и спасать свое государство, а не давать ее разрушать, чтобы бить по России. Александр Борисович, да, скажите, а ведь есть еще вот такой момент. Деньги в основном Украина получает и надеется получать в дальнейшем на Западе. Может быть тогда мы должны еще сказать о том, что это возможность хоть как-то контролировать, как дальше, что происходит с этими финансами? Ну, во-первых, деньги Россия продолжает получать от России в виде льготных цен на газ и возврат тех кредитов, которых мы не требуем. Недаром они же приняли сейчас это решение о том, что они могут не возвращать кредиты, да? Это все в отношении России направлено. Вы, по поводу Запада, вот вы закончили предыдущую часть программы вопросом, что может быть это движение на Запад, движение в Европу, так вот они хотят стать частью Европы, понасажав там всяких европейских чиновников себе в правительство. Вы знаете, нет. Нет по двум причинам. Во-первых, я считаю, что Москва совершила большую ошибку в свое время в оценке вот этого восточного партнерства. Вы же помните, вся эта катавасия вокруг Краины началась с того, что Киев готов был уже подписать вот это вот восточное партнерство, да, партнерство с Европой. И тогда вот вся вот эта завязалась каша, потом Майдан и так далее. А ведь, как выяснилось буквально, это была неправильная оценка, мне кажется, потому что, как выяснилось буквально через полгода, восточное партнерство для того и было придумано Брюсселем, чтобы не принимать новых членов, проблемных членов в ЕС, да. И сейчас это видно абсолютно очевидно. С теми же визами, вот только что упоминали визы, Порошенко как заклинание говорит уже, дайте нам легче визы, облегчите нам, значит, в Европу, чтобы наши люди ездили. Уже стопроцентно однозначно было сказано Украине, что никакого безвизового статуса у них не будет. Забудьте, то, с чем вы шли на Майдан, не будет. Вы зря ходили на Майдан, господа. Александр Борисович, тут, конечно, нужно говорить еще и о том, куда обращаются за советом, помощью и деньгами, чуть дальше, вот туда за океан. И эта история началась ведь у нас в самом начале, когда еще и Майдан происходил, и когда дальше шли назначения, и приезжали люди. Это же тоже здесь важный фактор. Сейчас, чтобы успеть нам проголосовать, как мы анонсировали, пожалуйста, возьмите пульт, я вновь задам вопрос, может быть, изменилась позиция. Смогут ли иностранцы навести порядок на Украине? Да или нет? Голосуйте, пожалуйста. И сейчас резюме моих коллег Даши и Иры, пожалуйста. Да, Роман, у нас на общем голосовании на сайте цифры изменились, уже 70% наших зрителей считают, что они приведут Украину к окончательному распаду. Ну и считают, очень многие приглашения иностранцев на Украину плохим знаком, Запад ставит ей одну задачу – научиться воевать. Ну а теперь давайте послушаем, что еще думают зрители по этому поводу. Украина – это как человек в коме, которого сейчас разбирают на органы. И скоро Украина вообще не будет. Как же народ относится ко всему? Никаких митингов, ничего. В Европу захотели, Майдан создали. А сейчас? Вот это меня удивляет. Роната молчит, люди молчат, значит им все хорошо. Я взял Саакашвили, молодец, ну, ведет порядок. Потому что люди некоррумпированные. В Аряде помогут и спасут Украину. Ну и как говорят зрители, Роман неверно называть хворягами. Они пришли не для добра. Типичный пример англо-саксонской политики – грабить для себя и уходить. Спасибо. Вот все теория заговора. Я прошу коротко прокомментировать версию о том, что это все больше можно назвать внешним управлением. Я не думаю, что это внешнее управление. Скорее, это попытка быстро провести то, что в свое время называлось шоковыми реформами. Получить быструю отдачу от политических преобразований, которые можно сделать. И в этом смысле подтвердить свое предназначение для Украины. Но это не удастся, как не удалась шоковая терапия в ряде стран. Здесь нужно много очень условий, которые бы определяли принятие этой программы. Спасибо. Игорь Владимирович, а может быть действительно это способ поставить людей, которые возьмут на себя этот труд? Безусловно, это так. Это не внешнее управление. Это техническое правительство, которое призвано провести сложные, непопулярные, но нужные реформы. Украина в сложной ситуации, но она должна их провести не ради России, не ради ЕС, а ради себя, ради своего будущего. Спасибо. Давайте покажите нам, пожалуйста, результаты голосования второго. 90%. Слушайте, не сумели мы отбить как-то совершенно, честно говоря, теперь только 10%. А было 20%. Уменьшилось количество людей в нашей аудитории, которые верят. Да, вот смотрите, прежний результат, 21% был. Александр Борисович, и все-таки это действительно выбор Порошенко или? Ну, вы знаете, поскольку все-таки мы сегодня говорим в первую очередь с Питером, это же питерский канал, я бы хотел напомнить, напомнить ленинградцам, то, что писал все время Пушкин. Помните такие буквально две строчки? Полуглупец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. Да, вы прекрасно знаете эти стихи. Это писалось про губернатора Одесской области. Пришел полный, все. Без комментариев, спасибо. Нина Анзорна, ваше режиме, 20 секунд. Еще раз хочу сказать, что да, я считаю, что в основном это управление извне. Я считаю, что Украина в тяжелейшем состоянии. Я не стала бы говорить, что Саакашвили глупец. Он знает, что он делает, кому и чему он служит. Так что Украине нужно остерегаться. Украина в большой опасности, в большой везде. И все, кто уважают и любят это государство и этот народ, должны сделать все для того, чтобы ее спасли. И в первую очередь это должны быть украинцы. И точка. Только украинцы могут теперь самой помочь и спасти. Спасибо большое. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо Петербургу и Москве. Мы, как всегда, будем следить за развитием событий. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»